Ральф и Эшер Хилл далее на льду, это канадцы. Сегодня, кстати, они в более спокойных костюмах, практически неотличимы они от ледовой площадки в этих костюмах. Сливаются с ней. Ну, посмотрим, что же они нам продемонстрируют. Они продемонстрируют «Саммертайм» Джорджа Гершфера, ну и производные из него. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Харрис Ральф и Эшер Хилл из Канады. Ну что, в любом случае они тоже движутся вперёд, просто не такими сумасшедшими темпами, как некоторые. Друзья, у меня такое смешанное впечатление от этой произвольной программы, поскольку, безусловно, это запоминающаяся произвольная программа. Она отличается от других и музыкальным выбором, и исполнительским мастерством, и некоторыми находками. Что-то в этом есть. Вопрос вкуса, нравится, не нравится. Но, тем не менее, большинство элементов было исполнено достаточно неплохо, в том числе и поддержка с вращением в двух направлениях, так называемая Reverse Rotational Lift, где были использованы сложные позы на одной руке. В обоих направлениях это единственное исключение, где разрешается повтор сложной позы. Так это вот как раз поддержка с вращением в разных направлениях. Достаточно сложный элемент был неплохо исполнен. Удачно получилось исполнить твизлы. Вот мы как раз с вами наблюдаем эту поддержку, где партнер сначала вращает партнершу на одной руке в одну сторону. Ну, не дождемся на другой стороне. Ну, не дождемся на другой стороне. Параллельно ребята исполняют твизлы без троек. Вот эту поддержку я не совсем понял, потому что, видимо, подразумевается, что партнерша должна быть в кольце. Она, да, в кольце, да. Поддержка на месте. Поддержка по прямой. Достаточно легко и свободно исполняются элементы, что, безусловно, является плюсом. Выбор музыки спорный для меня, поскольку мы так и не услышали смены ритма. Для восприятия это немножко, на мой взгляд, сложновато, поскольку вот креативная поддержка. Достаточно интересная, на одной ноге сложная. Так вот про ритм. То есть когда программа все 4 минуты в таком достаточно однообразном ритме, для меня это сложное восприятие. То есть не то, чтобы я загрустил под конец программы, но как-то где-то на середине программы у меня возникли мысли о том, что мне хочется какой-то смены эмоций, смены ритма. Вот это очень чувственно. Очень чувственно. Не все сразу, Петр. Немножко так вот подмедленно покатались. В конце концов, у них тоже всего лишь два сезона шаги после юниорского катания. Ну и потом, наверное, у них есть какой-то свой предел. А может быть, одни наоборот через годик-другой разогнутся. Ну мы видим, что они проигрывают китайцам. Проигрывают. Китайцы, я говорю, прогрессируют больше всех. Продолжение следует...